Я не понимаю, почему у вас... Я думала, что это нормально у вас все с Россией, но я не знала, что у вас там конфликт есть. Я понял. Наберите как-нибудь в гугле «Оккупация Украины, части Украины Российской Федерации». Агрессия, война России против Украины. Я знала, что они просто территорию взяли, но это было мирно. Как это мирно? 14 тысяч погибших только по официальным данным. Официальные данные, которые признает ООН. 14 тысяч погибших. Как же мирно? Я не знала про это, Красти. Я понял. Ну, Украина, да? Город Харьков. Меня зовут Александр. А вы знаете, где ваш президент? Сейчас? Да. Понятия не имею. Мне это мало интересует. Я знаю. Да? А где он сейчас? В жопу олево. А, вон он. Да, говорит, там много места для него есть. Я понял. Почему вы митинги не делаете? Вам так плохо? Мне просто интересно. Мы всегда с вашими наладили. Что сейчас происходит? А что... Какие у вас сейчас проблемы с нами? С ним такие проблемы, что мы всегда с украинцами были нормальными соотношениями. А он ни с того ни с сего сейчас стоит в сторону Азербайджана. Армения когда-то признала Российским Крым. Армения вошла в небольшое количество других государств и сгоев, которые признали Крым Российским. Вы полагали, ваша страна полагала, что они этим самым, так сказать, сделают приятно России, своему единственному союзнику. А сейчас ваш союзник обосрался и не помогает вам. Вы понимаете это или нет? Мы не помогли. Знаешь, сколько русских солдат у нас? Сколько русских солдат у вас? Да. А, в Гюмри. На военной базе. Нет. Если я... Когда я читаю вот именно умерших солдатов, там и русские имена есть. Ну это же очевидно просто русские, которые граждане Армении. Или нет? Нет. Нет? Они из Руссии. Русские солдаты. Это что-то новое. А, десантники, наверное, российские. А кто они? Наемники? Их там нет. И кто они? Смотри, мы альмяне. Да. Мы помогаем Артаку. Да. 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 Они тоже нам помогают. Да. Так помогают, что сейчас уже очень большие у вас неудачи на фронте. Физули взят, освобожден. Смотри, если ты будешь смотреть азербайджанские новости, то Армения тоже у них сейчас. Весь Армения. Где Армения сейчас? Если ты услышишь их, то они Армению тоже взяли. Ничего пока не понял. Как сказать, они не врут. Они все. А, они врут. Гадрут не взят, не освобожден. Ваши войска не оставили Гадрут. Гадрут сейчас, как вы сказали, наполовину сейчас. Наполовину. А ты почему так ненавидишь армян? Скажи. Почему я ненавижу? Я констатирую факт. Я говорю о том, что вам не повезло с вашим главным союзником России. Россия обосралась. Посмотрите, как Турция помогает Азербайджану. В том числе вооружением, ударными беспилотниками. Почему на вооружении армянской армии нет ни одного ударного беспилотника с высокоточным оружием? У нас нету беспилотников вообще. Вообще нету. Почему у вас нет беспилотников? Почему Россия не помогла вам с беспилотником? А ты что думаешь, Турция помогала Азербайджану? Азербайджан очень богатый. Ну, разумеется, да. А вы знаете, сколько богатых армян по всему миру есть? В Соединенных Штатах, в Европе, в России. Почему они не помогали? Как не помогать? Сейчас границы закрыты, они не могут возвращаться. А деньги могут? А деньги могут на эти деньги? На их деньги могут оружие? Беспилотники можно купить на эти деньги? Знаешь, американка, типа, один миллион, еще и у него есть армянские откровы. Да, Ким Кардашьян. Один миллион. Для нее один миллион, по-моему, это копейки. Ну, а для за один миллион, это большая цифра. Я понял. И как купили на этот миллион беспилотники, ударные беспилотники. Вы посмотрите, как ваша армия сейчас страдает от азербайджанских, от турецких, от израильских беспилотников. Вы видели видео, которое они публикуют, уничтожение армянских танков, орудий, пушек, систем залпового огня, полевых укреплений? Семь танков мы уничтожили. Сколько, сколько? Семьдесят пять, и сколько там? Семьсот пятьдесят семь танков. А доказательства есть какие-то? Сколько видео, сколько видео у вас? Много видео есть. Много видео. Они тоже показывают. И в интернете есть. Все, много есть. Азербайджан, ну, это же война сейчас. Не только война пушек, солдат и беспилотников. Это сейчас война еще и картинки. Окей, почему я вам говорил? Я еще буду знать, откуда у армян столько оружия. Откуда? Нет, я вам задаю риторический вопрос. Я вам могу сам на него ответить. У Армении нет на вооружении ударного беспилотника, потому что его нет у России. У вашего главного союзника. Ваш главный союзник обосрался в этой войне. Понимаете меня? Это обосраться, потому что он не такой уж. Не такой уж какой? Плохой, типа, не, не плохой, не слабый. А, так, а если Россия тогда такая сильная, как вы говорите, почему же она вам не помогает? Помогает. Чем помогает? Солдатами, которые, как вы говорите, с русскими фамилиями, которые публикуют Минобороны Армении? Вы серьезно? Вы в это верите? Я сейчас не могу сказать, в чем помогает, почему помогает. Почему такое, почему такие неудачи у ваших военных? Почему они оставляют города? Почему они бегут? Есть видео, как ваши военные бегут. Есть видео, как азербайджанцы бегут. Я понял, но почему-то армяне... Это война. Иногда человек возьмет, иногда человек оставляет. Все-таки 3 миллиона человеков сейчас воюют с 90 миллион человеком. Это уже победа. Понимаешь? Они такие слабые, что уже им помогает Турция. Они такие слабые, мы уже победили, потому что они, не знаю, прощают помощь из Турции. Да, и Турция показывает себя, как очень активный. Ваш президент был комиком, да, насколько я знаю. И он там про Алиову что-то плохое говорит, дразнит в своих видео. А сейчас, ой-ой-ой. А вот Эрдуган говорил, я вам верну, сына, и он тут так бежит, бежит. Вот там, верны наши территории. А вам это смешно, да? А вам это смешно? Да, это смешно. Я понял. Я думаю, что это плохо. Хотите, человек, надо так? Да, они сильные. А россияне сильные? Нет, не россияне, а Турция. А кто? Турция сильная? А Россия сильная? А Россия сильная? А Россия сильная? Да, тоже сильная. Тоже сильная, я помню. Только почему-то Турция активно помогает Азербайджану, а Россия не хочет за вас вписываться. Ну, ты вообще-то знаешь, откуда это, эти высшие информации у тебя, я не понимаю, прости. Есть видео, постоянно публикуется видео уничтожение армянской техники. Есть хотя бы одно видео, как с армянского беспилотника высокоточным оружием уничтожается какая-то цель из Азербайджана? Да, блин, у нас нет беспилотников, но это не только беспилотники нам надо. А что еще? Много оружия же есть, столько беспилотники для тебя в жизни есть. Нет, не только. А какое оружие армянское активно уничтожает какие-то цели из вооружений, из танков Азербайджана? А ты думаешь, что я такая глупая, что все тебе буду сказать? А, я понял. Ну, хорошо, ради бога. Я же не буду против. Только почему-то Гадрут сейчас взят, освобожден азербайджанскими войсками, а ваши войска, ваши военные оставили Гадрут, Физули. Большое количество населенных пунктов. Когда ты будешь стоять там, в Карабахе, тогда и скажи. Ну, вот я не буду стоять в Карабахе, потому что у нас есть свой фронт, своя война. И вот эту войну ведет против нас Российская Федерация, а вы, ваша страна, является союзником, к сожалению, Российской Федерации. И ваша страна выступила на поддержку агрессии, оккупации, в частности, Крыма Российской Федерации. Просто я тебе одним вешу скажу. Ты хоть знаешь, что хочет делать Турция? Что делает Турция? Поставляет, оказывает всемирную поддержку Азербайджану. Очень активно. Это то, чего не делает Россия. Россия вам не помогает. Потому что Турция хочет уничтожать весь Армений. И знаешь почему? Ну, потому что... Потому что мы не вовсе мусульманские. Смотри, мы, типа, там Грузия, Россия. Вот. Иран, это... Мусульманская страна. Мусульманская земля. Да. Если уничтожить весь Армению, вот, он уже спокойно... Никто не даст уничтожить всю Армению. Спор, война ведет из-за... Это его мечта. А, его мечта. Может быть и мечта, но он никогда это не сделает. Потому что если пойдет речь об уничтожении Армении, то тогда даже мы выступим на вашу защиту. Почему? Потому что это нельзя. Нельзя уничтожать Армению. Спасибо. Пожалуйста. Я не понимаю, почему у вас... Я думала, что это нормально у вас все. Я не знала, что у вас там конфликт есть. Я понял. Наберите как-нибудь в гугле оккупация Украины, части Украины, Российской Федерации. Агрессия, война России против Украины. Я знала, что они просто территорию взяли, но это было мирно. Как это мирно? 14 тысяч погибших только по официальным данным. Официальные данные, которые признает ООН. 14 тысяч погибших. Как же мирно? Я не знала про это, прости. Я понял. Нехай счастливь.